МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телеканал «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. Я представляю вам сегодняшнего гостя. Это улога Василий Владимирович. С вашего позволения прочитаю должность нашего гостя. Заместитель начальника отдела по контролю за организацией медицинской деятельности управления координацией деятельности медицинских и фармацевтических организаций номер 12 Министерства здравоохранения Московской области. Василий Владимирович, с вашего позволения, в титрах мы напишем, что вы представитель Министерства здравоохранения Московской области. Я думаю, что это будет понятно людям, нашим телезрителям. К сожалению, много слов они не воспринимают. Несколько лет назад, нечестно точно не могу сказать, год или два, получилось вот это реформирование, когда управление системы здравоохранения ушло из муниципалитетов и пришло на региональный уровень. И сейчас, если раньше мы знали вас как представителя управления здравоохранения Ленинского района, то сейчас вы представляете Ленинский район, но уже в другой организации, где таких районов, по-моему, шесть. Шесть. Скажите, это реформирование каким образом повлияло на сегодняшнюю работу? И так же ли близка медицина к нам, к району, как и была раньше? Ну, все, ничего не бывает случайно в этой жизни. Если брать ситуацию, немножко отвлечься от Ленинского района, взять ситуацию по области в целом, ну, а тем более по России, то все мы знаем, что ситуация со здравоохранением, она не одинакова даже в соседних районах. Согласна, конечно. В связи с чем в свое время, ну, а ситуация в России, она, сами понимаете, кардинально отличается. Взять Москву, ближнее Подмосковье, крупные города и, допустим, те же рядом с нами, Тверскую, я не знаю, там, Саратовскую, Калужскую области. То есть уровень здравоохранения, он отличался. Вот в связи с этим был принят 323-й федеральный закон об основах здравоохранения, который, наверное, все слышали, понятие стандарта оказания медицинской помощи. Здравоохранение было стандартизировано. На сегодняшний день существует более 2000 стандартов оказания медицинской помощи, которые, в принципе, должны быть одинаковы по всей стране. В связи с этим, чтобы создать одинаковое финансирование по всей стране, в соответствии с этим законом, органы управления здравоохранением ушли на региональный уровень. Вот уже два года мы являемся подразделением Министерства здравоохранения Московской области. Выравнивается ситуация, вы же вот даже по шести тем районам, которые входят в ваше управление. Да, естественно. То есть на сегодняшний день, если раньше все зависело от, скажем так, доброй воли главы района, главы городского округа, от наличия финансирования, он мог либо дать средства, либо ограничить их на каком-то минимальном уровне. То на сегодняшний день все средства, которые имеются, они поступают в фонд обязательного медицинского страхования и финансирования. Есть понятие подушевое финансирование. То есть на каждого человека выделяется определенная одинаковая сумма, независимо от того, живет ли он в Ленинском районе, в Ступинском районе, в Серебряных прудах, в Тамбове или где-то еще. То есть это сумма одинаковая. Исходя из этих средств, в соответствии со стандартами приобретаются медикаменты, расходные материалы. То есть теоретически вот такая должна быть красивая одинаковая картина. Почему вслед за этим появилось и уже обоснованное положение возможности человека выбрать себе лечебное учреждение, врача? Потому что это декларировалось и до этого, до принятия 323-го федерального закона. Но мы приезжаем в Москву и говорим, мы хотим у вас обслуживаться. Понятно, уровень здравоохранения выше, финансирование выше. Вроде бы формальный признак был. Сейчас, когда все это на одинаковом уровне, нам говорят, пожалуйста, ты пришел, ты привел за собой деньги. Сейчас учреждение заинтересовано в появлении новых пациентов. Ну, будем говорить не пациентов, пациент, хотя по законам человек, обратившийся в лечебное учреждение, независимо от того, болен он или здоровый, он уже пациент. Это термин. Ну, просто как-то мы, так скажем, обывательство воспринимаем, пациент это больной. Ставим знак равенства. Ну, пациент. Поэтому учреждение заинтересовано. Это дополнительное финансирование. Это в какой-то степени, знаете, вот то, о чем говорят, коммерциализация здравоохранения. Вот, наверное, это вот то, что мы немножко недопонимаем, о каких деньгах идет речь. А скажите, а вы не смотрите за такой статистикой, как вот утечка пациентов взяли, все дружно, словно говоря, в поселке Развилка и перешли через МКАД. Ну, нет, или через МКАД в Москву. Ну, знаете, в принципе, такая проблема есть. То есть, может быть, не настолько Развилка и МКАД Москва, сколько Домодедово и город Видное. В свое время жители Домодедово старались обратиться к нам. Уровень оснащенности, уровень обеспеченности был несколько выше. Сейчас мы отмечаем некоторое снижение вот этих пациентов, которые обращаются к нам. Миграции, скажем так. Плюс на уровне округа, вот чем хорошо вот это вот окружное здравоохранение. Если раньше при муниципальном здравоохранении в рамках района мы все старались что-то создать свое, не думая о соседях. И зачастую появлялось так, два одинаковых, скажем, ну, грубо говоря, два одинаковых аппарата, два одинаковых вида обследования, два одинаковых врача в соседних районах, которые, по большому счету, не востребованы. Сейчас, вот буквально совсем недавно, в городе Домодедово, в Домодедовской ЦГБ, открылось сосудистое отделение. Там, где они принимают больных с острым инфарктом миокарда. То есть не нужно везти куда-то в Москву, это сосудистое отделение рядом с нами. Первичное отделение у нас, первичные койки, а уже больший объем помощи они оказывают у Домодедово. В принципе, и этим можно объяснить, что инфекционная больница, о которой говорилось, решили соединить на несколько районов. А у нас на хорошем счету как раз перинатальный центр и отдать ему помещение. Правильно я понимаю в этом направлении? Ну, это вопрос не решен до конца. Это, во-первых, поскольку мы не берем даже финансовую сторону, которая потребуется для перестройки вновь построенного отделения. Есть понятие норматив. Норматив обеспеченности. То есть, ну, теоретически, да, можно было бы сказать, вот открылось в Домодедово инфекционное отделение, зачем два в близлежащих районах. Но есть норматив обеспеченности. Есть понятие эпидситуации. Мы все знаем, у нас под боком аэропорт Домодедово. У нас недалеко аэропорт Внуково. У нас в области аэропорт Шереметьево. Сейчас открылся еще один новый аэропорт в Жуковском. Домодедовская больница определена приказом Минздрава, как больница, принимающая особо опасную инфекцию из аэропортов. Поэтому, не дай бог, конечно, мы можем оказаться в ситуации, когда у нас не останется больница. Она будет закрыта, нам понадобится еще. Это, во-первых. Во-вторых, по всем нормативам мы не можем, даже при существующем населении, оставить город без инфекционной больницы, без инфекционного отделения. Вопрос использования кое-как они должны использоваться. Вопрос реорганизации. Я хочу сказать одно, что инфекционное отделение в том виде, как оно есть по проекту, оно строится. Оно будет сдаваться как инфекционное отделение. Сейчас, опять же, боюсь говорить слова, которые зачастую у нас воспринимаются неправильно. Решаются вопросы реорганизации коечного фонда с тем, чтобы часть коек перевести из одной ипостаси в другую. Остро стоит вопрос в округе открытия онкологических коек, их катастрофически не хватает у нас. Поэтому планируем открывать койки онкологические на базе нашей больницы. За счет этого произойдет некоторое изменение коечного фонда по другим отделениям. То есть это буквально в двух словах я хочу сказать одно, что не надо пока переживать. Пока все строится так, как есть, и мы рассчитываем, что мы получим новое современное инфекционное отделение. Тем более с учетом того, что фактически у нас население прирастает значительно, даже не беря статистические данные. Вот опять же у нас есть расхождение. Мы люди декларативные, мы люди нормативные. У нас есть население, которое прописано, исходя из которого у нас вводятся ставки должности койки. У нас есть население фактически проживающее. Вот здесь мы уже говорим, что вот здесь человек прикрепился, он стал наш. По фактическому проживанию. Уже исходя из этого мы и планируем все остальное. Но пока на сегодняшний день наверняка есть жалобы, обращения по поводу доезда скорой помощи. Точно не успевают. Ну давайте проверим в течение прямого эфира. Наши телезрители могут задавать любые вопросы нашему гостю. Все телефоны вы видите перед собой. Посмотрим, на что сейчас надо обратить внимание вам, как представителям Министерства здравоохранения. Я могу сказать, мы знаем эти больные точки. И зачастую они связаны, вот если, допустим, поликлиника, мы исходим из числа прикрепленного населения. Человек подтверждает, что он здесь фактически проживает. Он купил квартиру, он еще не прописал, все есть договор купли-продажи. Он приходит, прикрепляется, он гражданин России, имеет паспорт, полис, вопросов нет. То скорая помощь у нас, мы исходим из норматива на прописанное население. Одна бригада на 10 тысяч населения. Обслуживаем всех, которые проживают. Мы не имеем права не обслуживать. Почему у нас идут задержки? Зачастую вызовы. Но здесь тоже хочу отметить, мы все умеем читать, в том числе интернет, в котором много чего написано. И мало конкретики зачастую. Мы все упираем на время доезда в 20 минут, которые в соответствии с законом должны быть. Но мы упускаем одно единственное слово. На экстренные вызовы. Есть понятие вызовов неотложных. Это банальные вызовы из поликлиники, врача. То есть этот вызов должен обслуживаться в течение двух часов. Поэтому иногда мы и ко мне обращаются, и в министерство обращаются с жалобой. Ждали скорую полтора часа, ждали скорую два часа. Но извините, повод к вызову какой был? Температура. Зачастую человек с утра сидит с температурой, к ночи понимает, что она не снижается, поликлиника не работает. Что делать? Вызывает скорую. Я не хочу никого, я заранее приношу извинения, если кто-то обидится на мои слова. Я никого не хочу обидеть, никому ничего не хочу поставить в вину или в укор. Но хочу сказать одно, что и в отношении медиков к пациентам, и пациентов к медицинским работникам, давайте мы уважать друг друга. Ну и где-то быть объективными. Иногда могут быть и неправы и там, и сям. Абсолютно. Мы говорили сейчас в связи с инфекционной больницей об эпидемиях, которые возможны. И одна из них, которую мы ждем каждую осень, начиная к ней готовиться, это эпидемия гриппа. Не всегда там наступает пандемия. Но тем не менее, врачи изначально предупреждают о том, что от гриппа надо вакцинироваться и изначально заниматься профилактикой этого заболевания. Прежде чем мы обсудим эту тему, я предлагаю посмотреть репортаж нашего корреспондента об вакцинации. А дальше продолжим. В прививочном кабинете взрослой поликлиники уже около месяца вакцинируют от гриппа. Римма Ивановна одна из тех, кто твердо уверен, прививка поможет ей не заболеть. Всегда делала. Болела в прошлом году, сломала ногу, не сделала. И частенько начинала кашлять, сморкаться. А у меня есть правнуки. Они приходят, боюсь их заразить. Среди существующих мер профилактики против гриппа прививка, по мнению медиков, самая действенная. Ежегодно состав вакцины обновляется. В уже существующую добавляются новые штаммы, зарегистрированные за последний год. В этом году в районе используют сови-грипп и гриппол. Кстати, сторонников прививок становится больше, нежели противников. Хочу сделать. Да, я отношусь к этому положительному. А ребенку? Ребенку тоже. Делал в школе уже. Я тоже делаю каждый год прививку. У меня дочь медик, это в обязательном порядке, потому что дети, внуки приходят, чтобы не болеть. Я считаю, что не заболею. Уверена. Не знаю, и слышно много плохого про эти прививки. А кроме того, бытует мнение, что после прививки можно заболеть еще сильнее. У нас прививка только от гриппа. Помимо гриппа у нас ОРВИ вызывает еще около 40 вирусов. Я не знаю, если в этом году новых еще не открыли. Вот. И не надо путать. Грипп перенесенный с обычной ОРВИ или еще ОРЗ. Там совершенно разные возбудители заболеваний, совершенно разные течения. И, кстати, опасен не сам грипп, а его осложнение. Поэтому прививки особенно показаны людям ослабленным, то есть пожилым и детям. В детском саду Яблонька, как и в других учебных заведениях района, проходит вакцинация. Детей прививают только с разрешения родителей и строго после осмотра педиатра. Очень мало соглашаются на прививки, к сожалению. Меньше, чем хотелось бы. Ну, пытаемся, конечно, говорить, но не все соглашаются. Опять же, не все можно по медицинским показаниям. Вот. Ну, свою семью я прививаю. И себя. Вакцинация продлится до конца октября. Какой интенсивности заболеваемость гриппом ожидается в этом году, пока неизвестно. Но то, что грипп будет, говорят медики, это точно. Татьяна Брылова, Владимир Бижонов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ. Грипп будет это точно? Закончила так корреспондент свой репортаж. Обязательно. Грипп, он не исчезает. Он есть и летом, и весной, и осенью. Просто зимой, ну, осенне-зимний период, количество случаев заболевания возрастает, иногда резко возрастает. Много что хотелось бы обсудить по поводу этого сюжета. Но первое, конечно, надо вместе вот сейчас со мной, с нашими телезрителями взвесить все за и против. И чашу весов перевешивают в какую сторону, в вашем понимании. Делать прививку, не делать? Обязательно. Делать по одной простой причине. Даже если вы заболеете гриппом после проведения прививки. Эти случаи, сразу скажу, это не редкость, когда люди заболевают. Но заболевание переносится в легкой форме. Как и любое, прививка не есть стопроцентная пенуация. Во-первых, на заражение, на заболеваемость влияет масса факторов. Зачастую мы, знаете, как-то вот подходим. Если я привился, то можно себе позволить все. Можно ходить босиком, можно одеваться не по сезону. Ну, знаете, масса факторов есть, способствующих заболеваниям. Может быть, это как эффект плацебо помогает? Ну, нет. Человек находится, знаете, как в вакууме. От всех болезней защищенный. Эффект плацебо, он существует всегда, и он должен существовать. Это нормально. Это человек с нормальной психикой, он должен понимать, что есть какой-то купол, который он может себе создать для своей защиты. Независимо от чего. От гриппа, от, знаете, как вот это есть выражение, от сглаза. Вот что-то для этого сделано, и все. Но в любом случае, прививаться нужно в обязательном порядке. Поскольку резко снижается количество осложнений. И что хочу сказать, вот по опыту работы, по опыту предыдущих лет, по опыту предыдущих эпидемий, пандемий, которые были в мире. То есть, единичные случаи в мире, у нас, я не помню ни одного случая, смерти от гриппа у привитых. То есть, самое грозное осложнение, которое может быть, это смерть человека. Вот еще раз хочу подчеркнуть, что не умирают привитые. Может быть, это немножко грубовато. Может быть, это немножко страшновато. Знаете, вы такой сейчас большой камень положили на эту чашу весов, которая за. Вот понимаете, когда, помните, года три назад, как его называли, по-моему, свиной гриб был. Когда испугано были все. Может, куриное было, свиной. Ну, их много было под разными названиями. Когда паника, ну, состояние людей было близкое к паническому. То есть, все, знаете, как вот сейчас пишут, да, все пропало. И вдруг оказалось, что не все пропало. Появилась одна вакцина, быстро начали прививать. Подошла вторая, начали прививать. Плюс на фоне вот этого испуга. Помните, мы смотрели по телевизору японцев в масках и говорили, как так? А у нас-то мы не видели людей во время эпидемии в масках. А тут вдруг мы их увидели. Плюс там другие противоэпидемические мероприятия. И вдруг не стало. И люди, тот, кто кричал, что нет вакцины, нет прививки, все пропало, нас не прививают. Потом стали говорить. Да, это были происки фармацевтических компаний. Забыв о том, что обрубили, обрубили эту цепочку. И я всегда говорил, а вы скажите о том, что все это происки родственникам тех умерших, которые умерли непривитые, поверят они вам или нет. Поэтому еще раз говорю, уважаемые жители Ленинского района, уважаемые гости, которые, все, кто меня слышит, прививайтесь. Хорошо. А вот я такой вопрос от скептиков тоже задам. Каждый раз, с каждым Новым годом грипп меняет свою формулу. Ну, может быть, я говорю, конечно, не как медицинский работник, но думаю, что логику этого вопроса донесу. А вакцина создана. Вакцина старая, прошлогодняя, будем говорить так. Ну, вот в сюжете уже прозвучало у доктора, что каждый год вакцина дорабатывается с учетом прошедшей эпидемии. Потому что даже за время эпидемии вирус немножко изменяется. Немножко хочу сказать саму механику, как делается вакцина. Сейчас из всего набора вакцин против всех инфекций единично остались живые. Там, где используется полностью, скажем так, бактерия, вирус, бактериальная клетка или там вирус. Как правило, берется ген, наиболее распространенный ген той части вируса, которая есть у всех, независимая. Ну, будем говорить так. Чем люди, вот все люди разные. А в разных странах разные вакцины? Нет, как правило, грипп имеет течение пандемическое. Будем говорить так. Просто он локально возникает там-сям. Как правило, все идет из Азии. Почему у нас вот гонгкокский грипп, филиппинский был. Все вот эти высоко токсичные формы гриппа. Они, как правило, все шли, скажем так, из теплых стран, из влажных стран. Там из Бразилии вот у нас шел. И берется ген. Вот я еще раз говорю, все люди разные. Разного цвета кожи, разные. Но у всех, они все. У всех есть одна маленькая кожная клеточка, которая абсолютно одинаковая у всех. И вот из этой клеточки создается вакцина. Точно так же у вирусов. У всех, независимо от того, как он меняется, просто еще добавляется что-то характерное, скажем так, токсину определенного вируса. Из-за чего иммунитет и вырабатывается. А все ли хорошо могут перенести саму вакцинацию? Вы знаете, я сейчас не помню точную цифру, но вакцинальное осложнение от гриппа статистически, по-моему, одно осложнение на 10 миллионов привитых. Вот не буду врать, но это настолько мизерная цифра, причем осложнением считается все. От банального покраснения в месте инъекции, ну, до, скажем так, грозных осложнений в виде анафилактического шока. Почему опять же в сюжете и прозвучало, что прежде чем сделать прививку, прежде чем привиться, необходим осмотр у врача. А какие противопоказания могут быть? Ну, противопоказания, в первую очередь, это, скажем так, сопутствует наличие инфекционного заболевания. Например, человек... Только инфекционного, а просто вот на данный момент хронического заболевания, обострения. Ну, вы знаете, мы их... Ну, что есть хроническое заболевание, что есть обострение. Если это хронический бронхит, допустим, в обострении, здесь нужно посмотреть, какова природа этого бронхита. Если там есть... Если этот бронхит обострился после перенесенного ОРЗ, ОРВИ, который мы называем вирусных инфекций, естественно, здесь нужно подождать. Если же это обострение гипертонической болезни, ну, мы, наоборот, говорим о категории ослабленных людей, которых нужно прививать в обязательном порядке. О людях с хроническими заболеваниями, у которых на фоне высокой температуры будут заболевания гриппом, будут обостряться и их хронические заболевания. Как сделать так, чтобы вот эти наши разговоры не в пустоту, а дошли до людей? Потому что врачи же говорят, очень мало людей прививаются. Вы знаете, вопрос своего здоровья, к сожалению, это вопрос, ну, может быть, кого-то еще раз, извиняюсь, обижен, но это вопрос культуры. Есть такое хорошее выражение, культурный человек никогда не заболеет гриппом. Отсюда и, сами понимаете, вывод. Все мы слышим, все мы знаем, понимаете, вот, когда мы говорим, что вот сейчас тот период, сентябрь-октябрь месяц, когда нужно прививаться, мы, вот, к сожалению, я не могу понять вот этого наплевательского отношения к собственному здоровью. А до какого периода можно вот прививаться? Потому что октябрь сейчас закончится. Ну, вообще считается эффект, нарастание эффекта у вакцины в течение двух-трех месяцев. То есть, почему мы и говорим... Как раз на те месяцы, которые необходимы. Мы ждем декабрь, январь, январь, после январьских каникул. Вот, я гарантирую рост заболеваемости, не обязательно гриппом, это будет ОРВ. 99% этот рост будет, мы его уже прогнозируем, это понятно, да, люди после длительного отдыха возвращаются в свои коллективы, кто-то где-то недолечился, кто-то где-то приболел, он приходит в коллектив, все. Это мы ожидаем. Почему мы начинаем вакцинацию конец сентября, октябрь, месяц, ну, ноябрь, ну, еще можно декабрь. Ну, здесь уже возникает риск неэффективности. Почему вот мы иногда и слышим, я привился, на следующий день заболел. Ну, она уже ни к чему была, эта прививка. Когда мы прививаемся на фоне высокой заболеваемости. А цена вопроса? Вакцина. Для кого? Бесплатно. Бесплатно. Может быть, мы об этом мало говорим? Нет, это все бесплатно. Понимаете, в чем и беда, что тратятся большие деньги. Причем мы просим, обращаемся к работодателям. Ну, любой работодатель заинтересован в том, чтобы у него был здоровый работник. Зачем ему больше денег потратить на оплату больничного листа, а не дай бог там еще осложнение и так далее. Мало то, что он не выполняет, ну, будем говорить так, производственный план продукции не выпускает, еще оплачивать больничный лист. Ну, по-моему, дешевле его на день отпустить, купить вакцину, чтобы он привился. Пригласить медика к себе на предприятие, организовав, если есть возможность организовать, привить своих сотрудников и, можно сказать, сидеть, аккуратненько поливать в потолок. Ну так, а остальные могут к своему участковому? К своему участковому врачу. Еще раз, вы видели, наверное, в начале прививочной кампании Москва организовала выездные пункты. Ну, опять же, там сидел врач. Не просто так я хочу привиться, обязательно с осмотром врача. Потому что, ну, есть противопоказания для проведения. Я тему с вакцинацией хочу завершить и продолжить вопросом телезрителей. Уже совершенно другую тему. Почему в городе Видное сложно получить инвалидность? При установленном диагнозе в Москве дают в инвалидность, а в Видном комиссия нет. И какие изменения по установлению группы инвалидности введены в этом году? Это вопрос от Светланы. Ну, во-первых, в Видном группы инвалидности не устанавливают. У нас нет бюро медико-социальной экспертизы. У нас межрайонное бюро. Это во-первых. Во-вторых, бюро является федеральной структурой, оно межрайонное. Базируется где? В Домодедово. Ну, там же, где и было, это федеральная структура федерального подчинения. Изменений в Москве у нас практически, членей не практически, а их нет. Они работают по одному закону. Говорить о том, что с таким же заболеванием, с таким же диагнозом, ну, понимаете, мы говорим на пальцах, трудно сказать, какова степень утраты трудоспособности. Чем человек занимался? Понимаете, вот сломанный палец для нас с вами, ну, и сломанный палец. А сломанный палец для скрипача? Нам с вами инвалидность не дадут со сломанным пальцем. Скрипачу, я думаю, что дадут. Поэтому просто здесь нужна конкретика. Я хочу сказать одно. Это вопрос индивидуальный. Да, это вопрос индивидуальный. Я хочу сказать одно. Если вам отказывают в оформлении документов на медико-социальную экспертизу, если вам, значит, в любом случае любой отказ должен иметь мотивированный отказ в письменном виде, что отказано по такой-то причине. Если вас не устраивает этот ответ, есть конфликтная комиссия, есть областная комиссия, куда вы можете подать документы, вас еще раз могут посмотреть. Поэтому я думаю, что... А в вашем управлении есть телефоны горячей линии, либо телефон специалистов, которому можно позвонить и проконсультироваться в частном порядке? Вот когда вот такие индивидуальные вопросы. Ну, телефон и есть. Телефон мой, 541-05-21. Телефон не изменился у меня. Поэтому, в принципе, он остается во всех даже старых справочниках. Единственное, сразу приношу извинения, что не всегда я доступен. Ну, поскольку 6 районов, а округ большой от нас, это и Каширы, и Ступины, и Серебряные пруды, и Озера, поэтому приходится выезжать. Само название должности, понимаете, да, контроль качества, поэтому приходится выезжать. Ну, мы, ради бога, есть электронный адрес, можно написать по электронной почте. Он тоже у нас, ну, хоть и изменился, но мы старый адрес переадресовали, то есть он есть в справочниках, узвидное, поэтому можно... Мы увидим этот. А я хочу еще одну тему предложить для нашего эфира, это диспансеризация. Также предлагаю сначала сюжет. Александр Иванович по рекомендации доктора проходит ЭКГ несколько раз в год. При его заболевании это необходимо. У сахарного диабета множество разных сопутствующих диагнозов, в том числе из ряда сердечно-сосудистых. Медики констатируют, в последние годы болезни сердца стабильно лидируют в числе других. И именно диспансеризация населения на ранней стадии выявляет риск развития подобных заболеваний. Помолодели сердечно-сосудистые заболевания, в молодом возрасте случаются инфаркты, даже инсульты случаются. При подозрении на какое-то отклонение здоровья мы стараемся всегда учесть и направить на те обследования, которые даже не входят в рамки диспансеризации. Проверить работу сердца в рамках диспансеризации предлагается мужчинам старше 36 лет и женщинам после 45. Но в случаях, если существуют риски заболеваний сердечно-сосудистой системы, то ЭКГ могут назначить и в более раннем возрасте. Кстати, 24 сентября будут работать сразу два кабинета ЭКГ для удобства пациентов. К слову, за предыдущие единые дни диспансеризации осмотр прошли порядка 3 тысяч человек. В предстоящую субботу сотрудники поликлиники также ждут всех желающих проверить здоровье. Поликлиника будет работать с 8 часов до 15. Мы будем принимать население. Службы все будут работать в штатном режиме. Постараемся создать бесочередность прохождения диспансеризации. Здоровье дороже богатства, гласит народная мудрость. И беречь его надо – с молоду. Татьяна Брылова, Владимир Биженов, Анастасия Нарухонова, Видное ТВ. Этот сюжет мы снимали в сентябре и называли точные числа, когда можно прийти на общую диспансеризацию граждан. Насколько мне известно, она не имеет сроков и не заканчивается. Можно в любой день прийти и пройти медобследование. Да, можно прийти в любой день, но диспансеризация, к сожалению, дефицит кадров не позволяет нам выделить комиссию для диспансеризации как таковую. Поэтому мы приглашаем все-таки в субботу, по субботам. Сейчас мы работаем каждую субботу. Может быть, это даже и удобнее для людей работающих? Естественно. То есть работающий человек, ему не нужно отрываться от работы. Он спокойно может спланировать свой рабочий день. То есть пришел в 8 часов, по идее он… Я могу рассказать о собственном примере. 1 октября я прошла диспансеризацию от организации, в которой работаю. В 8 часов я пришла и где-то уже в 10-м часу была дома. При этом все процедуры, которые я попросила у врачей, все мне были назначены. За что большое, огромное спасибо. Внимание медицинского персонала. Очень все вежливые. Нет никаких очередей. Прямо было приятно побывать в поликлинике полупустой. Это суббота. А еще работу волонтеров хочется отметить, которые работают у нас на единых днях диспансеризации. Это для людей пожилых, которые помогают? Да, помогают довести до кабинета, показать кабинет. Поэтому мы приглашаем. Вот опять мы возвращаемся. А кто подлежит диспансеризации? Давайте вот такой обыкновенный вопрос. Диспансеризации подлежат все граждане Российской Федерации. Это я уже чиновничьим языком говорю. Чей возраст кратен трем. То есть 21 год, 24. Вы можете свой возраст поделить на три. И узнать, подлежит ли вы диспансеризация или нет. И так до 99 лет. Если вдруг кто-то в 102 года решит пройти диспансеризацию. Не откажет? Не откажет. Мы встретим. Ну и опять же, эти вопросы, они, скорее всего, параллельны с вакцинацией. Мы все понимаем, что от этого зависит здоровье. Да, диспансеризация – это вообще профилактика долголетия. Можно так сказать. Но не все люди… Был такой пробел после Советского Союза, когда проходили диспансеризацию все, а потом не было этой услуги у медучреждений. Сейчас охотно идут или вообще просто, может быть, знать не знают, или не верят, или думают, что это сложно. Как, опять же, рассказать и объяснить, что это не то, что надо, а это… Вы знаете, я опять же возвращаюсь к вопросу… О культуре здоровья. О культуре здоровья, о личной культуре, о заботе о своем здоровье. Понимаете, ну, зачастую, приглашая, вот вы говорите, да, организации, вы пришли. У нас ведь не доходят организации зачастую. Знаете, вот это вот понятие бесплатно, а вдруг что-то найдут, а вдруг, да и вообще не хочется. А потом мы получаем то, что мы получаем. Если боятся, что что-то найдут, то это вообще, знаете, как эффект страуса, да, который прячет головки. Да, а вы знаете, это довольно-таки распространенное мнение, да, что, а что я пойду, а вдруг что-то найдут. А мне завтра ехать там на курорт, в театр, в кино, еще куда-то. Этого я не могу понять. Прошу прощения. Поэтому нужно думать о своем здоровье. Ведь все мы видим, все мы слышим, мы не оторваны, я не знаю, от мира, где-то мы не живем в глухой тайге в берлоге, где нас окружают комары и медведи. Мы же слышим, этот заболел, умер 50 лет, этот заболел, умер 40 лет, этот умер от онкологического заболевания. А мы забываем еще сказать, что сейчас-то действительно 21 век, и очень многие заболевания на ранних стадиях выявлены, не приносят никакой опасности. Конечно. Эти заболевания лечатся. Почему мы говорим о том же сосудистом центре в Домодедово, о сосудистых центрах, созданных в Москве. То есть инфаркт потихонечку перестает быть грозным заболеванием, которого еще буквально каких-то 10 лет назад, это был приговор. Мы сейчас уже говорим о ряде онкологических заболеваний, которые перестают быть приговором. Живой пример, никто не скрывает, есть известные люди, которые не скрывая своего диагноза, говорят, я страдаю онкологическим заболеванием. И мы видим, его 4-5 лет, он активно живет. То есть самое главное вовремя прийти. Да, есть, конечно, агрессивные заболевания, которые, к сожалению, мы не можем, еще пока не могут справиться. Но с другой стороны, когда мы слышим, что заболевание – это приговор. В свое время сахарный диабет был приговор. Сейчас мы говорим, сахарный диабет – это образ жизни. Мы уже стараемся не называть человека с сахарным диабетом, больного с сахарным диабетом. Мы говорим, что это человек с сахарным диабетом. Мы уже говорим о доступной среде, мы уже меньше обращаем внимания на инвалидов. Мы уже как-то их адаптируем. Ведь это же все взаимосвязано. Поэтому та же вакцинация от гриппа. Мы прибегаем, ах, спасите, помогите, а где я был два месяца назад, когда мне говорили, приходи, дорогой, приходи, мы тебе поможем. А я не хотел. Иногда мне приводят в пример здравоохранение на Западе. Говорят, вот там бесплатно, там бесплатно лечат, там высокий уровень, но забывают о том, что они взяли нашу форму диспансеризации из Советского Союза. И у них каждый человек знает, когда он должен пройти диспансеризацию, у какого доктора, там вплоть расписано до дня. Ну, может быть, мы тоже вернемся? И если он не прошел диспансеризацию, вот тогда его наказывают рублем. Он заболел, да, ему не дадут умереть, но лечить его потом будут за его собственные деньги. И он поймет, что он зря не пошел к стоматологу на диспансерное наблюдение, потому что потом этот кариес банальный стал ему золотым. А мы, когда вы были у стоматолога в последний раз, вот, положа руку на сердце, тогда, когда заболел зуб? Нет, 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 нет. Ну, все, тогда я виноват. Наоборот, надо идти проверять, пока не болит. Да, вот, а мы идем, когда? Когда уже заболел? Еще начинаем обижаться. Ах, доктор больно делает, ах, вот мы боимся стоматолога. Ну, ты приди, когда его, когда доктор может посоветовать. А скажите, а когда, допустим, диспансеризацию сейчас российской медицины пойдет больше специалистов, чем сейчас? Рассматривается увеличение? Вы знаете, они увеличены. Они и есть, эти специалисты. Почему мы говорим с вами о первом этапе диспансеризации? Вот вы пришли, посмотрели, у вас, слава богу, не нашли патологии, и сказали, все. Паспорт здоровья выдали. Паспорт здоровья выдали. Ждем через три года. Все хорошо, все замечательно. Через три года достаточно срок? Ну, хотелось бы, конечно, каждый год, но пока наши возможности не позволяют. Мы слышали. Человек, страдающий сахарным диабетом. Вот мы слышали. Да, после 35 лет необходимо снимать ЭКГ, после 40 лет сдавать анализ крови на сахар. То есть мы ищем уже риски. В начале, при прохождении диспансеризации, вы заполнили анкету, где вы указали риски. Уже исходя из этих рисков, вас, скажем так, предмет не осмотрит. То есть человек, который курильщик со стажем, естественно, его флюорографический снимок, его флюорограмму, доктор должен посмотреть пристальнее. Ну, пока мы говорим о идеальном условии. Я, опять же, готов принять какие-то замечания, но мы говорим об идеальных условиях. Если же что-то выявляется, есть какие-то отклонения, тогда человек направляется на второй этап диспансеризации, на углубленный осмотр. После этого углубленного осмотра ему даются рекомендации по дальнейшему лечению, или же он уходит дальше на, скажем так, на более глубокое обследование. К сожалению, время в прямом эфире заканчивается. У нас интересная тема. Я так думаю, что нас услышали люди. Но вот вопросы задают все-таки опять по инвалидности. И Алевтина Ивановна, 69 лет, рассказывает свою историю. И главное в ней в том, что она сейчас неподвижна, малоподвижна. Как оформить инвалидность в таком состоянии? Значит, прежде всего нужно вызвать своего участкового врача, обратиться к участковому врачу. И уже исходя из того, что есть, участковый врач, если есть необходимость, ну, во-первых, обследование на дому у нас проводится необходимо, заполняется посыльный лист. И, ну, все мы должны начинать со своего участкового врача. К сожалению, у нас есть проблемы с ними, но, тем не менее, всегда участковый врач есть. Поэтому все вопросы сначала к нему. Что есть малоподвижность, опять же, ну, все-таки... Ну, ответ понятен, да. Начинать с участкового врача. Вызвать на дому. Да, вызвать участкового врача, объяснить суть, услышать. Если уже где-то что-то не решается, или есть какое-то недопонимание, мы готовы помочь всегда и подседать. Василий Владимирович, меньше минуты в эфире. Давайте небольшое резюме нашей сегодняшней беседе. Ну, во-первых, я хочу всем здоровья пожелать. Мы всегда желаем друг другу на праздники, знаете, традиционный тост. Да, желаю здоровья, а все остальное можно купить. Вот давайте мы в первую очередь скажем сами себе, что мое здоровье, оно в моих руках. Никто не даст нам никакой волшебной таблетки, никакой панацеи, никакой маг-волшебник нас не сделает здоровыми, если мы этого сами не захотим. Мы хотим быть здоровыми и будем здоровыми. Спасибо за то, что вы сегодня пришли. Был очень интересный эфир. Прощаемся. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok